Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем готовиться к празднику Шавот, ко дню дарования Торы. Не получению Торы, а именно дарованию Торы. Почему день так называется? Потому что Всевышний постоянно ее дает, дает, дает. Возьмите Тору, возьмите инструкцию к этому миру, возьмите духовные ресурсы, чтобы вы могли быть на связи со своим Творцом, который вам все даст. Поэтому день называется дарование Торы, и Всевышний постоянно ее дает. Вот каждое утро мы произносим «Спасибо тебе, Творец, дающий Тору». Ты ежедневно ее даешь, постоянно, постоянно думая о нас, чтобы нам было хорошо. Главное, наверное, правило, чтобы получить Тору, это скромность. Скромность. Написано, что именно Моше поднялся на гору Синай, где он получил Тору. В заслугу чего? Потому что он был самый скромный человек на земле. И он мог пропустить через себя Тору без каких-то изменений, ничего не добавив. Он был такой скромный, он просто через него прошла Тора. А если бы в нем была какая-то гордыня или какие-то плохие качества, Тора не могла бы через него пройти на чистоту напрямую, и были бы какие-то искажения. Поэтому Всевышний выбрал кристально скромного человека, чтобы Тора прошла через него без изъянов, без каких-то искажений. Скромность – это ключ к Торю. Также мы с вами будем читать в Шавуот, День дарования Торы, про царя Давида. Он в этот день родился и умер в День дарования Торы в Шавуот. Что мы знаем о царе Давиде? Что этот человек был удивительно скромным. Где мы это видим? Когда к нему пришел пророк Шмуэль помазать его на царский трон, до этого царь Давид 28 лет считался незаконно рожденным ребенком. Его отец, праведник Ишай, был убежден на 100%, что ему изменила жена, и родился незаконно рожденный мальчик. И он его посылает пасти овец в самых опасных местах, чтобы этого мальчика растерзали дикие животные. И вот Давид живет в таком позоре, весь город знает, что его не признает семья. 28 лет с самого ужасного позора. Приходит пророк, пророк Шмуэль, собирается весь город и говорит ему Шмуэль, ты будешь царем Израиля, твой сын будет Соломон построить храм, ты начнешь род царя Давида, и из тебя будет Маше. Что сказал ему царь Давид? Я очень рад служить Творцу, и я ни капли, он сказал это в Солмах, много война, я вообще ни капли не горжусь. Каким я был секунду назад, социально самое низкое звено, и сейчас я стал социально самое высшее звено, я ни капли не возгордился. Сказал ему Шмуэль, как ты такого уровня скромности достиг? Отвечает ему Давид, ты знаешь, когда взрослого человека спрашивают, где ты находишься? Он говорит, в Харькове, или в Одессе, или там, не знаю, где-то еще. Когда ребенка спрашивают, ты где? Он говорит, я? Я с папой. Не важно, что он в Одессе, в Харькове, в Киеве, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Нью-Йорке, в Майами. Я с папой. Мне не важно, где я. Царь Давид говорит, что я как тот ребенок. Когда меня все позорили, я был с папой. Какая мне разница, что про меня говорят люди, если я с моим Творцом, который я у него на руках, и он обо мне заботится. Сейчас я стал царем Израиля, от меня пойдет род царей, храмы в Иерусалиме. Я буду таким важным человеком? Хорошо, но я не буду гордиться, потому что я опять же с папой на руках. Я постоянно с папой, с моим Творцом. Это рецепт не возгордиться. Понять, что все, что с нами происходит, это все от Творца. Хорошо от Творца, сложно от Творца. И тогда не будет места гордости. И тогда мы сможем принять Тору на себя, как требуется. Спасибо огромное за внимание. Хак шавот самех.